шалом всем и добрый вечер у нас сегодня последняя из под тема характера шаббата облика шаббата мы сегодня займемся несколькими вещами с божьей помощью закончим их и со следующего урока мы начнем разбирать огромную тему под названием мукцы это то что будем разбирать и мы сегодня разберем вопрос музыкальных инструментов вопрос связанный с музыкальным инструментами игра и так далее или запрет игры на музыкальных инструментах вопрос произведения всевозможных звуков которые могут быть связаны слопание в ладоши при пляске стучание по столам стучание в дверь например когда ты хочешь войти и так далее так далее так далее а также в конце мы разберем помощью вопрос который многих мучает а можно ли поставить телевизор на шон шаббат и пусть он работает до весь шаббат или допустим до шаббата включить можно ли это сделать вопрос почему-то часто у людей появляется такой для того чтобы не пропустить любую передачу любимую песенку не знаю как в принципе сегодня есть записи почему бы просто запись не делать вот окей тоф итак начнем начнем глобально у нас есть запрет мудрецов по стране мудрецов запрещающие играть на музыкальных инструментах и шаббат и в праздники тоже почему потому что вдруг музыкальный инструмент испортится у него будет эта проблема и человек может как бы он испортился и человек хочет чтобы он вошел в исправность и на автомате его начнет ремонтировать и так далее и тем самым нарушит запрет из шаббата запрет уже торы таким образом это запретили но 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 допустим в храме мы знаем то есть мы читаем можем читать то что левиты продолжали в шаббат когда приносили жертвопроношение и мусофим когда приносили дополнительные жертвы праздника шаббата когда говори галель в празднике то мы это левиты играли на музыкальных инструментах всевозможных которые там были и пели песни не было никаких проблем почему ответ очень просто потому что в храме нет не запрещается здесь называющих швуд швуд это запрет мудрецов имеется в виду когда мы сохраняем облик шаббата и говорим человеку швуд прекрати деятельность на храм это не распространялось по этой причине как говорит маратор категорица в храме до продолжали играть на музыкальных инструментах в шаббат и праздники как и в будний день теперь что включает себя запрет играть на музыкальных инструментах например шуфар даже в роша шана в роша шана после того как человек исполнил заповедь трубления в шафар со всеми со всеми во устражении если он никому специально не трубит то чтобы кто-то еще другой исполнил заповедь то он ему запрещено больше трубить шафар потому что трубление в шафар дальше всех устражений и дальше для того чтобы исполнять заповедь кого-то еще это становится просто игра на музыкальном инструменте и это попадает под запрет использования музыкальных инструментов в шаббаты и праздники кому да можно шафаром играться дальше детям которым еще нету бармицва почему для того чтобы они тренировались и учились трубить шафар это разрешено так выходит рома пишет в законах шафара так пишет рома мишнабура там же и так далее это с точки зрения музыкальных инструментов очень просто музыкальные инструменты не играем включая шуфар в праздник роша шана теперь мы попробуем теперь поговорить сейчас мы поговорим о всевозможных из произведения всевозможных звуков когда мы делаем порождаем разные звуки которые не связаны с песнопениями с игрой на музыкальных инструментах и так далее и так далее что с ними и у нас есть гмара в трактате и рубин на 104 листе которая приводит спор между двумя амураимы между двумя мудрецами эпохи то есть талмуда после мишни есть ула то есть один из амураим ула который запрещал производить любой звук даже если это не ради музыки то есть не ради того чтобы музыка игра на инструментах и так далее таким образом например он запретил и поэтому он запретил стучать в шаббат в дверь то есть стук в дверь в шаббат будет порождение звука и оно тоже запрещено по мнению ула из-за того же запрета музыкальных инструментов и так далее и так далее Рава в отличие от него с ним спорит и говорит что весь запрет из выдавать звуки связан только с музыкальными инструментами почему потому что там если то есть сломается музыкальный инструмент или его нужно будет настаивать человек начнет это делать это запрещено это не связано здесь с издаванием Килиба других звук это то что выходит в трактате и рубин в иерусалимском талмуде в трактате брица нам рассказывает рассказ про Раби Илай Раби Илай он однажды пришел в шаббат то есть в лель шаббат домой ночью не знаю где он ходил может к друзьям пошел на молитве урок проводил пришел ночью домой все уже спят в доме и он звал 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 чтобы услышали открыли ему дверь домочадцы но они его не услышали видно плохо слышали из-за того что он устражал как ула он не постучал не стучался в дверь для того чтобы не издавать звуки он единственное что пытался звать голосом когда у него голоса не произошло не получилось дверью не стучал и он остался ночевать на улице то есть Гмара рассказывает что он остался спать на улице и из-за этого рассказа и так далее то допустим Рабейну Хананель и Виленский Гаон действительно запретили то есть да стучать даже в дверь и сдавать всякий звук которые не являются музыкальными любые звуки но они разрешили делать это измененным путем то есть да например головой постучать там на бой постучать это как короче когда человек не делает так как обычно тот человек делает или стучать куда обычно не стучат и так далее но 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 с другой стороны риф Рабейну Цхак Альфаси и Рамба Маймонид они в Вавилонском Талмуде ведь у нас Вавилонский Талмуд преобладает в Галахе над Иерусалимскими таким образом в Вавилонском Талмуде они смотрят и видят что с точки зрения как продолжается развивать как развивается субья то есть тема вот эта тема внутри Вавилонского Талмуда явно видно что Галахака Крава который сказал что весь запрет воспроизводить звуки или порождать какие-то звуки это только связано с музыкальными а не с любыми другими таким образом они говорят что Галахака Крава то есть да случайно в дверь нет проблем нет в этом некоторого запрета и в принципе к этому мнению склоняется Рабейну Аш Рош и в принципе это мнение об абсолютном большинстве галактических авторитетах и среди них Шурхана Руха который установил на Галаху именно по этому мнению Мишна Бурак с ним кстати согласился и также с ним созвободился Рабной Решмират Шабабаб Килхата в отличие снова от Виленского Гаона который сказал что только можно скучать измененным способом это все хорошо когда мы говорим о кулаке о руке там и так далее есть вопрос по поводу скажем так специального приспособления для стука в дверь знаете были такие подковки молоточки такие и так далее звонок электрический я не беру в расчет потому что звонок электрический вы понимаете им звонить нельзя по другим причинам Шаббат по причине того что нельзя пользоваться электричеством мы говорим о всяким специальным приспособлением для стучания в дверь можно ли пользоваться в Шаббат можно ли подойти кстати до сих пор у людей обычно в квартирах в Израиле нету таких молоточков где мы можем такое встретить да мы можем это встретить например на виллах частных виллах людей и так далее то там бывает часто на двери сделана такая металлическая штука чтобы постучать в дверь так вот что с этими молоточками стучания в дверь Магариль говорит что это запрещено потому что это специальный инструмент для стучания в дверь с другой стороны Бейк Юсеф объясняет его и говорит что Магариль может быть запретил по причине того что это может может быть он будет иметь ввиду сделать музыкальное стучание знаете типа не знаю как некоторые сейчас там-там-тататам-тататам-тататам-тататам знаете как стучат даже музыкальные звуки когда стучат и таким образом из-за этого он устрожил Нагалаху по-настоящему Рома например запретил как Магариль то есть да он сказал специальные молоточки нельзя использовать но специальное приспособление кстати Бюро Лоха H.F.C.H. и Бюро Лоха считают что это также является мнением Шруханоруха что Шруханорух с Рома не спорит И это запрещено. С другой стороны, Левиат Хэн Ворлиц, и он сефардский аналогический авторитет, как вы понимаете, объясняет по-другому Шурхана Руха. И говорят, что с точки зрения Шурхана Руха нет запрета использовать специальный молоточек для скука в дверь. И в этом нет никакой проблемы. Более того, они говорят, что если специальный молоточек этот предназначен для использования только в шаббат, допустим, у человека на двери, у него есть электрический звонок для того, чтобы он звонил в будний день, а для шаббата у него этот молоточек, чтобы услышали, что кто-то стучится, таким образом, говорят, из-за того, что это предназначено именно для шаббата, то это выделено, что это шаббатнее. Таким образом, нет никакого подозрения и нет вообще, то есть нечего бояться того, что человек будет использоваться в будних предназначениях и сделает вещь неправильную с точки зрения и нарушит запрет, потому что он специально это для шаббата выделит. То есть он специально это держит для шаббата. И они считают, что Рама тоже согласится в этом случае, если это специальный молоточек для шаббата, то и Рама в этом случае согласится. Кстати, Мишна Брура тут в этом согласился, так выходит Шевет Олеви и Шмирад Шаббат Кельхата. Шалом Гирш, который присоединился к нам, тоже сейчас я вижу. Мы держим дальше, микрофон выключен, я продолжаю урок. Итак, это тоже с точки зрения подводок Галахе практически. Сейчас мы скажем, что он с точки зрения практически Галахе с произведением звука не ради того, чтобы делать музыку или использовать как музыкальное что-то, какие-то инструменты и так далее. Так вот, на Алаху можно производить какой-либо звук, который не связан с музыкой, с песнями, там, не знаю, так далее, произведением, скажем так, мелодии, который не как-то, например, можно хлопать в радоши для того, чтобы кого-то разбудить. Допустим, вы хотите разбудить детей, хлопаете в ладоши, подъем, 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 это не запрещено. Также можно стучать рукой или даже ногой, не знаю еще чем, не специальным предметом, под двери, чтобы вас услышали, чтобы вам открыли, это не запрещено. То есть у нас на Галахе в конце концов как рамба, мы облегчаем в этом. Также можно, например, если вы сидите, вы хотите призвать к тишине за столом, можно взять вилочку или ножики постучать по бутылке, так как это не для музыкального эффекта, а ради того, чтобы привлечь внимание и попросить тишины, то в этом тоже нет запрета. Так выходит Шульханрух. Но по поводу звонка в дверь, понятно, что звонок в дверь не запрещено, но по поводу молоточка специального, которым стучат в дверь, то есть там подковали молоточек, который для стучения в дверь, то, как мы сказали, с этим есть спор. Рама запрещает, потому что это похоже на музыкальные инструменты вроде, а Шульханрух разрешает. В любом случае, если в будние дни человек пользуется только электрическим звонком и никогда не стучит этим специальным молоточком для стучания в дверь, то тогда нет проблемы в Шаббат стучать именно этим молоточком. Тогда нет проблемы. И можно использовать в Шаббат этот молоточек. Так выходит сказанное в Змешнабрухе. Есть еще пару вещей, которые стоит знать со всевозможными инструментами, которые сдают звук, но не обязательно для музыкантов. Есть такое понятие кулан. Кулан, это, я не помню, как называется по-русски, это такой, он предназначается для хазанов, для музыкантов и так далее. Он дает, скажем так, тон, который нужно по-разному назвать, он делает так, тык-тык-тык, то есть больше, частоты ниже, частоты и так далее. Но и время называется кулан. Не знаю, как по-русски называется. Не помню, точнее. Вот этот, он скачет, такая стрелка, туда-сюда, и он там по ней выставляет тот, скажем так, тон и ту частоту, которую хотел сделать. Это стемп. И его махает, и он начинает двигаться. Так вот, есть вопрос по поводу хазанов. Можно ли им в Шаббат это делать для того, чтобы настроить себя, чтобы начать петь. И дело в том, что есть те, которые, допустим, пишут, что это запрещено, потому что это ярко музыкальный инструмент. То есть это вещь, которая предназначена для произведения звука, для того, чтобы петь. Таким образом это попадает под запрет музыкальных инструментов, это запрещено. С другой стороны, есть те, которые разрешили пользоваться этим куланом. Почему? По причине того, что его звук, он однотонный. У него нету, он не делает мелодию. То есть, да, у него однотонный звук, и он весьма не сильный. То есть, он не очень сильный, он однотонный. И это ради заповеди, для того, чтобы хазан мог нормально, для того, чтобы хазан мог нормально начать петь и так далее, получить тон и так далее. И Аруха Шурхан, например, написал, что с точки зрения изначально лучше всего устрожить и не делать, то есть им не пользоваться. Но если кто-то это пользуется, то можно на него не нападать, не кричать, у него есть на кого положиться. Я вижу, в чате есть какой-то вопрос. А, спасибо, метрон. То есть метроном пользовались, спасибо. Это не вопрос, это ответ на мой, что это за предмет. Тоф, окей, продолжим. У нас есть иногда, то есть очень интересная вещь, всегда вопрос, знаете, есть такие вот колокольчики или такие палочки, которые металлические, которые издают звук, когда их вешают над дверями, например, когда дверь открываешь, они издают тран-тран-тран-тран, то есть да, издают звук входа и выхода человека, то есть вешают в магазинах иногда, некоторым нравится. Дома повесить, когда дверь открывается, то издаётся звук. Есть вопрос, можно ли использовать, а, есть ещё одна вещь. Есть браслеты всевозможные с губенчиками или колокольчиками, которые одевает человек на ногу, одевает на обувь, одевает на руку, и когда человек двигает, то есть они издают звуки. И у нас есть вопрос, можно ли всеми этими вещами пользоваться, можно ли заходить в дверь, на которой висит вот этот вот, скажем так, колокольчик и издаёт звук. Можно ли использовать браслеты, на которых есть колокольчики, на ноге, там, не знаю, у детей и так далее. Есть по этому поводу несколько мнений. Допустим, в Йелкут-Юссе, в Травцхак-Юссе, он полагается на Маген-Аврама. С точки зрения Маген-Аврама можно открывать дверь, к которой прикреплены колокольчики. Почему? Потому что человек не подразумевает, когда он открывает дверь, произвозить звуки, то есть он открывает дверь, он хочет войти, то есть он не настраивается, не настраивается изначально, то есть звенеть этим колокольчиком. Забирается играть, скажем так, на колокольчиком. В Орли-Цеон, Орли-Цеон Рабаба Шауль, тоже сифарский авторитет, разрешает тоже, это почему, полагаясь на Шурхана Рух, который сказал, что в тех вещах, которые не построены, не сделаны для того, чтобы ими играть музыкальный инструмент, или петь они разрешены. Дело в том, что действительно эти колокольчики делают звук, даже целую череду звуков, но по-настоящему это не мелодия, это не песня, то есть ими не играют. Они делают звук и все, и по этой причине он разрешает, и, кстати, это то, что выходит у Магарица в Шут, то есть его респонсор Рафалим, он тоже пишет по этому поводу, но он пишет про бубенчики на, всего, на колокольчике на браслетах и так далее. Паулат Ацадик, то есть Магариц, Паулат Ацадик пишет следующее, И мне скажет, по моему скромному мнению, мне кажется, что эти маленькие, то есть это дети, которым вешают на шею колокольчики, которые подвязаны за нитку, видно, нужно, чтобы за детьми следили, куда он пошел. Ну, как коровка такая, козленочек, а также на ногах своих вешают кольцо из серебра, и вокруг него есть колокольчики, такой браслет на ноге с колокольчиками, которые дают звук разрешено. Он говорит, что эти вещи разрешены. Ибо этот звук не является звуком песни, звуком мелодии для того, чтобы запретить. Ибо запрет, то есть, только есть, только по поводу голоса песнопения, приятного и спокойного, как упорядочное обычное у песен. То есть, в принципе, должна быть мелодия, должна быть что-то играющее. В этом запрет. Нет запрет просто издавать звук. В этом никто не знает. И в этом случае обычно, то есть, обычая есть, то есть, обычная, надевать на детей и на невест, то есть, да, то есть, такие вот украшения с колокольчиками и так далее, когда они идут и слышно, как они идут, и нету, кто открывает свой рот, то есть, да, никто с этим не спорит и никто не делает из этого в войне. Таким образом, Илгут Юсеф разрешил, например, детям, маленьким детям обувать обувь, на которой есть бубенцы, или издавается обувь, издавает какие-то звуки. Нет свет, нет диоды. Диоды что-то другое. Имейте в виду, что они издавают звуки. Разрешил. То есть, это один подход, те, которые разрешают. С другой стороны, Алья Раба, Бетурей Загаб, Равдави Далеви, Одинский Медитат, Афган Руха, ТАЗ, запрещают дверь, к которой прикреплены эти колокольчики. Почему? Потому что сам колокольчик является музыкальным инструментом. И использование музыкального инструмента, даже он не использует, он не делает мелодии, запрещено, потому что есть глобальный запрет на все музыкальные инструменты. То есть, если он используется, человек может подчинить нечаянно. Таким образом, это попадает под запрет. Есть немало колокольчиков предел, которые с ними согласны и устанавливают в голову, причем так же, как ТАЗ и Алия Раба. И таким образом, выходит, что тем более, то есть, если запрещают даже на дверях, то тем более запрещены колокольчики на украшениях, на браслетах и так далее. Естественно, на обуви детей, которые привел в скулью и вкупусы. Хотя Шевет Олевера Вознер, да, разрешил колокольчики, какие-то подвески, которые дают звуки на обуви маленьких детей. Почему? Потому что они почти их не слышно. По этой причине облегчил. То, с точки зрения практически голодии. Что нам делать? Сейчас он приобрел меня сюда, меня туда. Все, конечно, замечательно, хорошо. Но что, какая практика, что принято, то есть, как правильно делать? Как мы видим, есть спор по этому делу. То есть, да, и как бы есть аргументы туда и сюда. Поэтому, например, про колокольчики, которые прикреплены к дверям, изначально, то есть, да, вот эти вот, при входе висят эти вот нитки, то есть, там, с металлическими, эти, которые дают звуки, или колокольчик, изначально их лучше снять перед шаббатом, чтобы они не звенели. Но если их не сняли, то нет запретов ходить в эту дверь, даже будут изнанцев. То есть, да, изначально снимаем, но если даже они остались, то это не значит, что мы теперь не можем через дверь эту пройти. С точки зрения браслетов и так далее, то лучше, конечно, снять и не использовать в шаббах музыкальные браслеты. То, все хорошо, замечательно. Мы про колокольчики так разобрались. Вроде мы запретили, как бы, то есть, в принципе, желательно, то есть, нет, потому что, кстати, все разрешающие на сифарские пуски, на сифарской авторитеты. Ашкенадских не разрешают, и, кстати, далеко не сифар разрешают. Но тот, кто был в синагоге, не раз мог видеть. Свиток Тор. На свиток Тор ради его украшения надевают кетов, корону. Сверху, то есть, да. И очень часто на этой короне есть бубенцы такие, то есть, есть колокольчики. И когда мы идем и несем саптура, она звенит. И вопрос, как так, как вот это вот можно? Давайте разберемся. По-настоящему у сифар Тора, у свитка Торы облегчили с этими колокольчиками. Почему? И чем это отличается от тех колокольчиков, которые при входе в дверь? То есть, да. Как мы объяснили, то есть, с входом в дверь тоже есть объяснение, почему это можно облегчить, хотя мы не облегчаем. Но у книги, у свитка Торы, у сифар Тора есть еще одна причина, по которой можно разрешить. Как это приводит Шах Сибтей Куэн, Рабиш Абтая Куэн, один из комментаторов Шуха Наруфа. Что в этом случае есть нужды заповеди. То есть, да, чтобы провести сифар Тора, это нужды заповеди, у этих колокольчиков есть нужды заповеди. И чтобы слышали, что идет сифар Тора, и вставали, и так далее, и так далее. Правда, по этому поводу Шмирад Шават Килхата говорит, что разрешение строится на том, чтобы слышали, у кого включился Тора. То есть, разрешение строится на том, чтобы услышали голос идущей Торы, и знали, что проходит, проносят сифар Тора, книгу Торы, и здесь вставали и дали уважение. В наше время это нерелевантно. В наше время это не так выглядит, то есть Тору не носят издалеко. В принципе, когда начинают петь Вейбен Суарон и так далее, то все знают, что сейчас будут институты, но нерелевантно. И по этой причине, вроде бы, задача ради заповеди, которая изначально была, она уже нерелевантна, и вроде бы, может быть, надо устрожить. Так говорит Шмирад Шабат Килхата. Но Шевет Олеви снова отвечает Базирус Рамвознам на то же самое, что он сказал про детские ботинки. Что эти колокольчики, они маленькие. Они маленькие, не издают сильного звука. И таким образом, даже ТАЗ, Торейз Аб, который источник запрета, вот этих вот подвесных колокольчиков, которые не музыкальные инструменты, а в принципе просто издают звук, он хотя их устрожил, но он даже здесь будет не запретил, потому что они маленькие, они не издают сильного звука. И они сделаны для красоты, и поэтому можно облегчить. В принципе, на Галаху так и принято, как вы видели в многих синагогах, что можно на свитах Торы надевать эту корону, кетер, у которой есть колокольчики. И даже если эти колокольчики звучат, извинят, не в этом никакой проблемы, потому что их задача – это заповедь, то есть украсить Тору, дать почет Торе, не свитку Торы и так далее, и так далее. И как мы сказали, что еще к этому, кроме всего прочего, человек не собирается им издавать звук, они сами издают звук, таким образом это еще присоединяется, почему-то можно. Давайте поговорим еще об одном издании, то есть воспроизведение звуков – это свист. Можно ли в шаббат свистеть, насвистывать мелодию, позвать друга, засунув пальцы в рот, с таким пронзительным свистом, ну и так далее. Сегодня это не принято, но раньше было очень принято свистеть пальцы. Кстати, сразу скажу, то есть у евреев нет никакого обычая, то есть ни свистету денег не будет, это не еврейские приметы, так что если вам хочется свистеть – свистеть, если вы хотите напевать песню, напевайте. Все эти вещи происходят и будут влиять на кого-то, на тех, кто верит в это. Кто в это не верит, в эти… Кстати, здесь может быть в этом Мишума и Деркея Мури, может даже в этом есть проблемы. Тох. Итак, свист. Соловей-разбойник. Роман, базируясь на мнении Шильте Гебурим, говорит следующее. Можно свистеть шаббат ртом. То есть давать свист ртом – нет запрета. То есть, мне понятно, он свистел какую-нибудь или свисту, или другую, то есть какие-то инструменты. Просто он свистел. Почему? Потому что по-настоящему человек не делает никакого действия. Все, что он делает, и он не испортит никакого предмета. Вся проблема была издавать звуки, связанные с тем, что они сделаны, это делается с помощью каких-то инструментов. Из-за опасности того, что если они сломают эти инструменты, они будут ремонтированы. Здесь такого нет. То есть, рока ремонтироваться не будет, то есть свистом, то есть, они их сломают. Так считает Роман. Хотя Хида, например, привел от имени Геват Пенхас, что свистеть в шаббат запрещено даже ртом. Но, как мы сказали, Роман разрешил. Более того, большинство галактических авторитетов разрешили, то есть так же, как Роман. Среди них Маген Авраам, Шухан Урухара, то есть Адмура Закен, Мишнав Рахов, Ицхайм, Шаббат Хилхата, Ромноверт и так далее, и так далее. И объяснили, что даже если человек насвистывает мелодию, то есть наигрывает мелодию свистом, это не запрещено. Потому что это не инструмент музыкальный, в этом нет никакой проблемы. И так написал Кут Юсеп, Рабацхак Юсеп. Хотя Рабацхак Юсеп написал, что тот, кто устражает на него, то есть это можно, но тот, кто устражает, будет благословен. Так что, если вы хотите быть благословенным, можете в шаббат не свистеть, то есть исполняя музыку. То есть свистнуть кому-то можно. А Роха Шульхан написал, что можно свистеть даже с помощью пальцев. Почему? Потому что изначально центральный звук идет из рта, а не из пальцев. То, что делают пальцы, они просто помогают звуку быть более мощным. Это не значит, что пальцы делают, не более того. Но в Мишне Аллахот запретил, то есть не согласен с Роха Шульханом, и написал, что Рама не разрешал с пальцами. А Рама разрешал только ртом свистеть, не более того. На Аллахот, с точки зрения практики, можно свистеть, мы сказали. Мы сказали, это свист, это как петь ртом, нет запрета петь ртом в шаббатах. Это не является игрой на музыкальных инструментах. И кто хочет облегчить, свистеть даже, свистеть, помогая пальцами, то ему есть на кого положиться. Ну, если кто хочет устражить, то будет благословен и не будет свистеть пальцами. Но свистеть можно. Так, на этом мы как бы всякие издавления музыки, которые так или иначе как-то связаны с музыкальными инструментами, какими-то инструментами, закончили. Сейчас мы перейдем к вопросу, можно ли хлопать в ладоши и танцевать. Или, точнее, танцуя, хлопать в ладоши. То есть, или бить по столу и так далее, тарабани, то есть так музыки, музыки, мелодии, музыка Манигая. И попробуем с этим разобраться. Когда мы открываем Гмару, то есть Талмуд в трактате «Бойца» на 36-м листе, 2-я страница, то мы видим, что вместе с запретом играть на музыкальных инструментах шаббат, мудрецы запретили, как часть этого запрета игры на музыкальных инструментах, они также запретили танцевать и хлопать в ладоши. Так выходит Гмаре. А также бить по себе поляшки, то есть по ноге себе бить в такт музыки, когда поют. Почему? Из-за опасения, что из-за этого придут к тому, что будут играть на музыкальных инструментах. То есть в этом смысл запрет. Так мудрецы запретили, так написано в Талмуде. В Иерусалинском Талмуде, в трактате «Бойца» тот же трактат, только Иерусалинский Талмуд, не Вавилонский, написано, что можно хлопать в ладоши во время музыки, если это делают измененный способ. Что такое измененный способ? Это когда бьют рукой в ладонь. То есть вместо того, как мы обычно хлопаем вот так, хлопают вот так. Так, с точки зрения Иерусалинского Талмуда, так не запрещено. Если ты делаешь изменения, то это не запрещено. А также получается, там же из Иерусалинского Талмуда, что танцевать, полутанцевать. Мы танцевать слишком лооо, то есть тоже нельзя. Но в Иерусалинском Талмуде сказано, получается, то, что там выходит, что если человек танцует более спокойно, так что у него нет подскоков, подпрыгов, когда две ноги его отрываются от земли, то это разрешено. То есть, допустим, танцевать, то, что называется, у нас в Еши называли это танец пингвинов, что такое танец пингвинов, я попробую сейчас стать показать вам. Это вот так вот, то есть, да, вот знаете, это танец, вот это, это называется танец пингвинов, перекапываясь с ноги на ногу, то это не запрещено, так выходит с Русалинского Талмуда, но если слишком там прыгаешь, ай, вот так, то понятно, что это уже запрещено. Только потому, как сказано, так сказать, убийца. Окей. Это базис с точки зрения закона у Хазали, в нашем мудреце. Когда этот запрет существует хлопать в ладоши, подпрыгивать и так далее, это именно когда человек делает мелодию или поет. Потому, что только тогда есть опасения того, что человек захочет играть на музыкальных инструментах. Но когда человек прыгает без того, чтобы петь, то нет какого-то запрета. То есть, человеку можно прыгать ради своего удовольствия без музыкального сопровождения прыжков. А также можно хлопать в ладоши или бить по столу для того, что мы уже говорили, разбудить соседа, разбудить детей и так далее, и так далее, привлечь к себе внимание. В этом запрета нет. Но давайте будем честны. Давайте посмотрим, что можно во многих синагогах, не только в синагогах, увидеть, что весьма религиозные люди танцуют и в ладоши хлопают шаббат, и вроде никакой проблемы у них нет. Что мы с этим будем делать? То есть, вот с таким поведением. Можно, нельзя, что с этим. То есть, как к этому относиться? И в этом случае есть, то есть, в вопросе отношения к этому, то есть, в шаббат хлопают, танцуют и так далее, хлопают в ладоши, без причем изменения, без, не было так. Есть спор галактических авторитетов, как к нам относиться. Первое мнение, то есть, очень многие галактические авторитеты говорят, что обычаи этих людей, которые в шаббат хлопают в ладоши, в такт, мелодии, музыки и так далее, танцуют по мелодию, ошибочны. Они ошибаются. Этого делать нельзя. Ну, почему мудрецы, то есть, почему раввины молчат, никто им ничего не говорит? Ответ прост. Потому что, из-за того, что речь идет о запрете, который в Торе не написан, он мудрецов, и могут не послушать, то поэтому мы предпочитаем, чтобы их нарушение было ошибочным по незнанию, чем с целенаправленным, то называется, мутавший ушел в гим, в лео и мазадим, да? И нах, клаем ли Исраэль, мутавший ушел в гим, в лео и мазадим. Оставь евреев, пусть лучше будут ошибающимся, чем делающие злонамеренно. Ну, скажите, даже не послушаю. Поэты, то есть, так считают, риф, в рамбах, так уходишь по наруху. То есть, в принципе, запреты. Но, есть очень интересная вещь, которую мы сейчас приведем, но мы разберем чуть позже. Есть Магарик от имени Рав Гаи Гаом, который приводил Рабь Иосиф Карл Бетюсак. Он говорит, что во время Симхат Тора, то есть, праздник Симхат Тора, когда радуются Торе, есть заповедь, особая заповедь, радоваться и плясать в честь Торы, и тогда даже устражающие мнения разрешают и прыгать, танцевать, то есть, по-моему, все это, и даже хлопать в ладоши в Симхат Тора. Мы еще раз вернемся к этому вопросу, поговорим о некоторых аспектах, там чуть дальше. Мишна Бурак, так написал, написал, Хабрисхай Мишна Бурак, что это разрешено, то есть, по поводу Симхат Тора, это только про Симхат Тора, ради Тор и больше нигде. Даже в шаббат, или, допустим, когда ради жениха или невесты не танцуют и не прыгают, не хлопают в шаббат, если это другая радость. Хоть-то вроде радость заповедь. Это одно мнение. Окей? По поводу тех, кто танцует с хлопой в ладоши. Есть те, которые облегчают? Допустим, Тосфат в тракторе Бейца, и он объясняет это так. Говорит, что весь запрет был, что, может быть, они в конце концов будут играть на музыкальных инструментах, и оно сломается, и тогда они будут, их могут подчинить. Но, говорит Тосфат, так выходит с изменением Тосфат, что сегодня играющие на музыкальных инструментах не умеют их ремонтировать. То есть, да, нужно быть специалистом. Причем, Тос, вот, средние века. То есть, тот, кто играет на музыкальных инструментах, не умеет их делать или ремонтировать. По этой причине, даже если он сломается, то ничего не произойдет. То есть, да, он его не будет ремонтировать нереально. По этой причине этот запрет в наши дни нерелевантен. То есть у него нет, скажем так, реальности, в которой он может произойти. То есть никто не будет ничего ремонтировать. Но есть те, кто не принимает такой подход. Я объясняю. Стоп, стоп, стоп. Любой музыкант, который пользует своим музыкальным инструментом, может его настраивать. Например, гитарист прекрасно умеет настраивать гитару, натягивать струны. То же самое со скрипачом и так далее. Они умеют натягивать струны. Барабанщик умеет натягивать барабан. Таким образом, натягивание струн расстроенных, натягивание кожи на барабан является ничем иным, как исправление музыкальных инструментов. И поэтому эта вещь релевантна еще как. Даже сегодня. То есть даже сегодня релевантна есть проблема, что человек будет играть, послушать, что не настроен инструмент. Насчет того подкручивать. Мы не говорим о пианино. Пианино или орган нужно уметь настраивать. Не каждый это умеет делать. Но. Так говорит, кстати, Аруха Шрухан. Но Аруха Шрухан говорит, есть другая причина, потому что он облегчает. Дело в том, что это запрет релевантен к той реальности, в которой жили мудрецы. Потому что в их времена их времена было обычным делом, что когда начинали танцевать и хлопать в ладоши и так далее в танце, всегда приносили музыкальный инструмент, начиная на них играть. То есть как бы это была такая реальность. Сегодня у нас танцуют хлопать в ладоши и могут делать это без музыкальных инструментов. Скорее всего, больше они включат какую-нибудь кнопочку, чем будут действительно играть настоящих музыкальных инструментов. Во временах хазаль было не так. Кто-то начинает лоб от ладоши танцевать, а кто-то достает губную какую-нибудь там, не знаю, трубочку. Трубочку начинает играть. Еще на чем-то начинает играть. Людни и так далее. По этой причине есть проблемы. Но это было тогда. А так как реальность-то прошла, то и запрет ушел. Так подходят Аруха Шрухан. А есть еще мнение, которые объясняют, почему это возможно разрешить. Это приведет к Деврею Шруху. Он говорит так, что с того момента появился хасидизм. И величайшие рабаим, как говорится, рабы, хасидизма в последних поколениях укрепили и учредили и объяснили высшее значение пения и танцев в служении Всевышнего, так это говорится в Деврею Шрухуа, для того, чтобы разбудить сердца евреев и поднять их, и прикрепить их к Всевышнему. Таким образом получается, что веев любой танец, любой нигун, то есть, да, и любое хлопание в ладоши и так далее, является ничем, а прикрепление еврея ко Всевышнему, поднятие его в службе Всевышнего, то бишь, ради заповедей. Таким образом, это похоже на то разрешение, которое дал Магарик от имени Равгай Гауна в Симхат-Тура, что ради заповедей Симхат-Тура разрешено хлопать в ладоши и танцевать, то есть, мудрецы там не запретили. И они, то есть, как бы, Деврей и Ошуа на этом строят, что и сегодня будет не запрещено строясь на этом разрешении. Окей, с точки зрения практических, то есть, я привел три подхода к этому вопросу. Сейчас пробуем немножко сделать заключение с точки зрения практической Галахии. Дело в том, что нужно понимать, что то, что, то есть, можно устражить, то есть, да, и хлопать только, измененным способом, то есть, непрямым. Но если вы хотите облегчить, нужно понимать одно иное. То есть, человек, который хочет облегчить, не есть на кого положиться. И много. Но нужно понимать, что даже облегчающие мнения не разрешали стучать по столу. То есть, говорили про танцы и хлопания в ладоши, но не по выбиванию по столу дроби и мелодии. Почему? Потому что стучание по столу, стучать по столу, это похоже, как бить в барабан. Бить в барабан запрещено, по всем мнениям, даже ради западного. То есть, это точно, что я не разрешал. И то, что есть опасность, что люди танцуя, в барабане, придут к тому, что будут барабанить, по-настоящему барабанить, в самом случае, в Израиле, весьма реальны. По причине того, что сегодня, когда начинают какие-то всякие вкусняки, скажем так, песни, хлопания в ладоши и так далее, начинают барабанить, есть дарбука, арабский барабан, его достают, начинают по нему барабанить. Это как бы такой швун, называется, такое вливание. То есть, люди так как бы не обращают внимания, молодец, поэтому есть подозрение, что это может произойти. Таким образом, хлопание по столу проблематично. Но, кагмуда можно стучать по столу для того, чтобы выбивать ритм. Например, тому, кто ведет молитву. То есть, есть молитва или есть как бы те, кто поют и так далее, чтобы поддержать ритм, для того, чтобы, скажем так, дирижировать этим песнопением молитвы, то ради этой заповеди можно бить по биме, выбивать мелодию. Или, например, за столом, когда кто-то, в Яшиве, например, когда в Яшиве кто-то ведет, скажем так, мелодию, что подымает мелодию, чтобы все пели, и он один, как дирижирует, так, то есть, бьет по столу, то есть, барабанит по столу. Это можно разрешить, то есть, да, по причине того, что может быть ради заповеди, чтобы восхвалить имени Всевышнего в синагоге или за субботней трапезой или праздничной. Но, это нельзя делать всем участникам. То есть, только дирижирующий может это делать, но не все участники. Более того, когда начинают все барабанить, очень часто многие промахиваются мимо ритма. И начинается вокханаля, и звук не слышен, наоборот, сбивает с толку песнопение. И это только ухудшает ситуацию, тогда это вообще превращается из заповеди в незаповедей, и тогда уже есть большая проблема стучания по столу. Тоф. Это, с точки зрения танцевки, хлопания в ладоши, для глобальной ашкеназы. Есть очень интересная вещь про сепар. Ему говорит, что Бек-Юсей, пробьется в кару, приводит мнение Магарика от им. Гайгаона, что можно танцевать и хлопать в ладоши ради симхатурана, то есть, ради заповеди это можно. Мишнабурак, мы видели, привел по этому поводу, что это только для симхатурана, но не для других видов радости, даже не для радости, скажем так, не для радости брака, шевоброход, т.д. Но Орли Цием, Раб Абашаул, пишет следующее, что можно облегчить, то есть, у сепардах это, шаббат хатан, то есть, тот шаббат, который делает у сепардах шаббат хатан после свадьбы, это, в принципе, шаббат, семи благословения, то есть, шевоброход, у сепардах, как принято делать шаббат хатан после свадьбы, так вот, в этот шаббат тот, кто хлопает ладоши и танцует и так далее, даже если он из устражающих, то в этом нет никакой проблемы, потому что можно положиться на вот эту вот магаринку, а также прибавить к этому, что изначально, то есть, да, снимало мнений, что в наше время нет вообще этого же запрета, к зыра, то есть, то есть, постанови мудрецов была отменена. Но, 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 пишет, что в другие шаббаты или в шаббат до свадьбы это будет запрещено, то есть, не надо делать. Ну, допустим, Рав Миламет, Рав Лези Миламет, который в автор Пнене Галлахам, считает по поводу Сефарда, правда, не Сефарда, Машкина в основном не стоит знать, есть Кавказцы, Кавказцы, допустим, Сефарда, что Сефарда, он считает, что и в любые другие шаббаты тоже можно облегчить, там хлопать ладоши, танцевать и так далее. Во-первых, полагаясь на обычаи хасидах, во-вторых, то есть, мнение Маарика, что это ради заповеди, здесь вроде тоже ради заповеди, также добавляя к этому, что в наше время нет запрета, и как бы обычай другой, нет запрета этого обычаи другой, поэтому Раб Меламет считает, что можно облегчить. То, что да, можно по всем мнениям, то, что да, можно по всем мнениям, это, скажем так, делать пальцами по столу, то есть, немножко стучать пальцами по столу, это можно, потому что звук не очень сильный, или, например, немножко постукивать ногой по полу, тоже это можно. Кстати, здесь очень интересная вещь, щелкать пальцами для того, чтобы привлечь внимание или для того, чтобы размешать ребенка вот так вот, тоже нет в этом запрета по причине того, что это не является ни игрой, ни музыкальным инструментом, ничего, нету проблем это делать. Окей, есть еще один вопрос, который хотел бы разобрать по поводу музыкантов. Вопрос нанять музыкантов, не евреев, чтобы они играли в шаббат ради жениха и невесты. Пишет Равья, один из мудрецов первых поколений, пишу ним, и базируясь на него, это устанавливает на Аллахушу Хамару, на Равью Савкару, что можно сказать не еврею, чтобы он в шаббат играл на музыкальных инструментах ради радости бракосочетания. Окей? вечер субботы, когда суббота наступил, шаббат наступил, нужно стать немножко реальностью, понять, какой реальностью делать, нужно понять реальность. Раньше, не сегодня, раньше было принято и нередко хупу делать после обеда в пятницу, ближе к шаббату. Зачем? Для того, чтобы трапеза празднования, бракосочетания и трапеза шаббатния было одной и той же трапезой, чтобы сэкономить денег. Люди были небогатые, и трапезы не устраивали, как сегодня в огромных залах, то есть, в принципе, собирались на трапезу, плачку собирался. Таким образом, делая хупу под самый шаббат, празднования с песнопениями и так далее, и шаббатные трапезы, и заодно трапезы бракосочетания, тоже это судат Митсва, делали в ночь шаббата, первая шаббатная трапеза. И по этому поводу говорится, что мы хотим, чтобы еще мы эту музыку играли, то можно нанимать неевреев, чтобы играли на музыкальных инструментах в это время. Почему? Потому что запрет игры на музыкальных инструментах, когда мы говорим играми на музыкальных инструментах, не на электрических музыкальных инструментах, на музыкальных инструментах. Запрет игры на музыкальных инструментах это запрет мудрецов. С электричеством там не все очень просто сказать, что это запрет мудрецов. Но на музыкальных инструментах настоящих это запрет мудрецов. В то же время сказать нееврею сделать запрет в шаббат, это тоже запрет мудрецов. Нееврею нельзя говорить, мы еще будем учить про неевреев, можно ли неевреев говорить, чтобы он сделал какой-то запрет для еврея, нужно знать, что это запрет мудрецов тоже. Это называется швут и это швут. Так вот. Есть такое понятие швут да швут, то есть когда два запрета мудрецов. Ради заповедей в шаббат разошнут. Таким образом, сказать неевреев, чтобы неевреев сделал запрет мудрецов, ради заповеди развеселить жениха и невесту можно в шаббат. На этом построено это разрешение. С точки зрения сегодня, сегодня это нерелевантно. По причине того, что сегодня никто не делает такие бракосочетания, когда делают фу-пу под шаббат, для того, чтобы сэкономить еду в шаббат, то есть делать трапезу и танцы, и шаббатню, и заодно свадьбу. Дело в том, что все дела свадьбы в основном снаружи, с каким-то кейтрингом, рестораном, в зале и так далее, и так далее, и так далее. Когда используется очень много электроники и всевозможных вещей, которые другие, приготовления, нагревания, и все остальное. Куча-куча вещей, которые являются запретами торы, шаббат. И по этой причине нерелевантно позвать неевреев, которые будут делать какие-то вещи, играть и так далее. Шансов, что они очень быстро скатятся к нарушению шаббата, есть, возможно, отслуженный профессионал будет делать скататься с шаббатой, тогда нарушать шаббат для подачи еды, и все остальное. Поэтому нерелевантно сегодня, кто это не разрешит, поэтому это Аллаха только теория. Даже более того, главный районат Израиля запрещает делать фуку позже определенного часа в прятницу. То есть она должна быть, допустим, летом до часу 30 закончить фуку, потому что, чтобы трапеза была, прошла там несколько часов и закончилась до наступления шаббата, и люди сюда могут спать разъехаться. По этой причине это сегодня нерелевантно. То есть с музыкальными инструментами, на которых играют, всякие хлопания в ладоши, издавания звука, все таки разобрались. Осталось нам последнее. А точнее, можно ли нам до шаббата включить телевизор или радио, или посадить на шаун-шаббат, на реле, не знаю, диск или так далее, компьютер, не знаю, что, всякие музыкальники, что будут сдавать звуки или что-нибудь показывать. Что с этим? Можно, да, нельзя, что происходит. Нужно понимать, что есть абсолютное согласие и вообще никого спора, что запрещено слушать радио, смотреть телевизор в шаббат, даже если был включен этот прибор до наступления в шаббат. И даже если в шаббат не будет делаться никакого действия со стороны евреев. И почему это запрещено? Этому есть несколько причин. Если мы говорим о радио, то есть станция радиовещания там, где работают евреи или телевидение, которое обслуживается евреями или вещается евреями в Израиле, то есть все обрабатывается евреями, то есть телевидение и радио тоже, то они, эти люди, которые работают для того, чтобы человек смотрел радио или слушал радио или смотрел телевизор в шаббат, они работают в шаббат и нарушают кучу запретов в шаббат И таким образом человеку запрещено получать удовольствие от нарушения шабана. Все, ничего. Другой стороны, можно сказать, стоп, стоп, а если я нахожусь за границей, и я на 100% знаю, что вот этот вот работник радио, или вот этот телевизионный канал, и так далее, это не евреи делают, или я его включаю через интернет, то есть, да, и он работает через интернет, и техническая поддержка интернета, например, не поддерживается евреями, в чем тоже проблема, если кто-то знает. И программа эта или этот фильм, вообще был сделан давно, и ничем не поддерживается, то есть, да, в принципе, то есть, в принципе, никакой евреи ничего не нарушают. Я не получаю удовольствие от нарушения шабата и евреи. Можно ли это? И ответить тоже нельзя. Почему? Есть на это три причины. Почему нет? Первое. Есть в этом поведение, когда ты включаешь, чтобы у тебя что-то работало в шаббат, то есть, даже в шаббат ничего не делаешь, есть в этом пренебрежение и удар по почету субботнего дня. Как мы это уже учили, мы уже это учили, что запрещено до шаббата включить мельницу, чтобы она милила, сделала, она будет милить муку. Почему? Потому что мельница издает звуки, и слышно, что она делает работу в шаббат, и это насквернение шаббата. То же самое, с телевизором радио или тогда, или таким вещами интернетом, он будет издавать звуки, и если там с мельницей есть те, которые запретили, те, которые разрешили, то здесь все запретят, потому что с мельницей ты не хочешь слышать этого звука, ты не ищешь слышать этого звука, как бы тебе все равно от этого звука, просто она делает этот звук. Здесь же человек, который хочет слышать радио, телевизор и так далее, даже звучать на шаббат, он хочет этот звук услышать, он получает удовольствие от этого звука, и поэтому это явно ему выгодно и желанно, и он при этом пренебрежение шаббата намного сильнее, чем в мельнице. Это первая причина. Вторая причина – это действие того, что работает телевизор, работает радио, работает что-то там, музыка играет и так далее, это называется массой холь. Будничное действие, то есть у тебя шаббат похож на будни, то есть это называется облик шаббата, характер шаббата, и мы уже начинали эту серию вот этого облика шаббата, то есть внутри закона шаббата, и мы сказали, что наши пророки запретили делать всевозможные действия, которые похожи на будни, или превращают шаббат в будний день, то есть это вторая причина. Третья – есть проблема, может произойти сбой системы, кстати, это то, что говорили, почему нельзя было пользоваться зумом, который включился до Леля Седер, когда разговаривали, сбой системы, а у зума он происходит постоянно, а если то у тебя вообще бесплатный зум, то через 40 минут тебя просто выкидывает, только за деньги зум не выкидывает через 40 минут, то в этом случае есть огромная опасность, что ты начнешь ковыряться, причем на автомате, нарушая уже запреты Тора. И это связано уже с темой нашего урока, что то, что ты, почему нельзя использовать вещи, которые используют звуки, то, что ты будешь пытаться, то есть если что-то поет не так, будешь пытаться исправить тот предмет, который тебе этот звук издает или показывает. Из этого выходит, что в шаббат нельзя слушать радио, смотреть телевизор и так далее, даже если их включили до шаббата. Все это запрещено, даже если не будет работать весь шаббат. И также нельзя ставить на реле, на шоун шаббат, музыкальные какие-то центры, диски, YouTube и так далее, и так далее. Сюда вообще проблема, он может зависнуть и не работать. Тоф, на этом мы сегодня эту тему заканчиваем. Заканчиваем, заканчиваем тему облика шаббата, обхватив ее, то есть это был девятый урок, по-моему, да, девятый. Мы таким образом все обхватили, все, что связано с обликом шаббата. И с Божьей помощью, со следующего урока, мы начнем с законы мукцы. Здесь я прекращаю запреты. Всем всего хорошего, тем, кто слушает записи. Продолжение следует...